Состоялась очередная встреча Международного бизнес-клуба «Диалоги». На заседании обсудили бизнес-экосистемы в России. Сегодня мы все чаще видим примеры, когда успешные эти продукты и сервисные компании органично эволюционируют в экосистемы. Собственные экосистемы создают крупные компании по всему миру. Вертикально интегрированный холдинг, в свою очередь, может иметь собственный банк, ритейл-компании, сотового оператора. Какие элементы могут входить в бизнес-экосистему? Что ждет рынок, бизнес и нас, пользователей? Об этом сегодня мы и поговорим на 163-м заседании Международного бизнес-клуба «Диалоги». Развитие экосистем в бизнесе впервые заговорили на Западе более 20 лет назад, когда рынок частного капитала в России еще находился в стадии формирования. Оно подземевает под собой несколько взаимосвязанных или невзаимосвязанных бизнесов, которые работают на одну цель. Как правило, связаны между собой партнерскими отношениями, одной головной компанией или одним головным брендом. В чем суть? Суть в том, что так же, как и во всем природном сообществе, эти не связанные между собой элементы создают отдельный продукт, который не смогли бы создать по отдельности. В одной экосистеме можно собрать, казалось бы, не связанные между собой сервисы – от онлайн-кинотеатра до коршеринга. Но их объединение облегчает задачи и бизнесу, и потребителю. Вот эта адаптивная модель, она начала развиваться особенно активно в 2020 году, когда в период пандемии все перевернул с ног на голову. И именно высокие технологии вышли на первый план, и они показали свою большую устойчивость для изменившихся экономических условий. Пока экосистемы осваивают только предприниматели, но для потребителей, далеких от бизнеса, скоро так же многое изменится. Сейчас основные помощники в получении информации – мессенджеры и социальные сети. Но эксперты предсказывают, что местом мессенджеров и соцсетей уже в ближайшие 3-5 лет займут личные цифровые ассистенты. Они будут выполнять массу разнообразных задач – от заказа билетов до подбора одежды и станут главным связующим звеном между пользователем и экосистемой. Но по-прежнему личное общение останется главной ценностью. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.